Они такое творят в небе, что дух захватывает. Пилотажные группы Стрижи и русские Ветязи отмечают 30 лет. И сегодня в подмосковной Кубинке грандиозный праздник. Пилоты показали в небе все, на что способны. С необычных ракурсов фигуры высшего пилотажа сняли мастера Первого канала. Наши режиссеры и операторы. Уникальные кадры в репортаже Дмитрия Кулько. Кубинский бриллиант. Пять крупных сушек русских Ветязей и четыре Мига Стрижей. Чтобы пролететь таким идеальным строем, летчикам порой приходится угадывать мысли друг друга. Запредельная слетанность двум знаменитым пилотажным группам. С разницей почти в месяц исполнилось 30 лет. И отметить праздник они решили крыло к крылу. Реактивная стая усеяна камерами Первого канала. Можно рассмотреть каждую деталь. От крыла к крылу всего два метра. Так вести строй машин с разной массой, летными характеристиками, способны только летчики экстра-класса. Ромб безупречно ровный даже на виражах. В честь своего дня рождения в совместном построении русские Витязи впервые летят на Су-35С. Новейших многоцелевых истребителях. Их двигатели уникальны. Самолет-красавец может вот так, будто припарковаться в облаках, сбросив скорость до нуля. Всевозможные перевороты, горки, синхронные петли, колоссальные перегрузки. Чувство радости, гордости за пилотажную группу, за то, что действительно 30 лет в строю. Летаем, развиваемся. Высший пилотаж на тяжелых боевых истребителях в мире больше не выполняет никто. И ни у кого на планете нет такого количества мировых рекордов, как у наших пилотажных групп, которые заставляют каждую секунду с восхищением. Десятки фигур высшего пилотажа к своему празднику подготовила и группа стрижи, выжимая из МиГ-29 максимум. Вот выполняют элемент бочка, будто ввинчиваются в облака. Впервые пилотажная группа выступила в составе девяти экипажей. Все сложнее и летная программа. 30 лет стрижи и русские витязи на родном аэродроме в Кубинке подталкивают друг друга изобретать что-то новое. Вы знаете, мы дружим, дружим. Но конкуренция, она всегда присутствует. Если бы не было конкуренции, не было бы движения вперед. А мы всегда должны развиваться. На празднике выступила единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах «Беркут». В честь именинников и полет Светланы Капаниной, которую называют «богиней неба», ведь она самый титулованный пилот столетия. Сердца зрителей замирают. Самолет теряет скорость, затем, словно в свободном падении, приближается к земле. Сегодня была классика вместе с фристайлом. Когда самолет входит в неуправляемое вращение, и дальше пилот должен его поймать и вывести в нужном направлении. Это всегда тоже красиво, это многократные бочки. Ну и, конечно, классика и авиашоу – это немножко разные вещи. Если на авиашоу ты работаешь для зрителя, чтобы дым красиво завернулся, вращение было, низкие высоты, то классика, конечно, это как в Англии, да, все чопорно, строго, вертикаль, плюс-минус, то на фристайле можно себе позволить поулыбаться и сделать что-то приятное для зрителей. Я думаю, что им понравился полет. Сложно представить, какие ощущения переживают пилоты группы «Первый полет», которые рисуют в небе вот такие пируэты на четверке поршневых самолетов Як. Эта сложнейшая фигура называется пропеллер. Две машины словно гоняются друг за другом, будто младшие братья летчиков из группы «Стрижей». Они были наставниками пилотов. Конечно, это вдохновляет их история путешествия по всему миру, как они показывали свою программу. В финале именинники дарят зрителям так называемый «тюльпан». Делают распуск, отстреливая тепловые ловушки. 30 лет, кажется, только расцвет их головокружительной молодости. Дмитрий Кулько, Дмитрий Кочурин, Виктор Швайгерус, Алексей Родионов, Петр Бурлис, Христина Иванова и Денис Воронцов. Первый канал.